Здравствуйте, друзья, и приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня у нас будет обзор нового проекта, который новым-то, в общем-то, назвать можно с натяжкой. Это проект ZBK, который когда-то существовал, потом скоропостижно скончался, и вот он опять открылся. Так что те, кто играл на нем и поклонники этого проекта, можете заходить, он опять в онлайне. Ну, а я же в свою очередь обещал, что больше на стоковый проект я не пойду и обозревать его не буду. И это как раз тот самый случай, когда проект стоковый, а абсолютно стоковая карта, вот стандарт стандартный, то, что сделала компания Богемия, вот мы сейчас видим. Немножко переделана ковала, а в остальном это вот абсолютно стоковая карта. Ну и поэтому, наверное, это будет не обзор, а просто напоминание о том, что вот открылся проект ZBK, который когда-то существовал. Ну, а в остальном я даже и показывать-то не знаю что и говорить тоже не знаю что. Поэтому это будет просто рассуждение и такие вот мысли вслух. Просто поделюсь своим мнением. В последнем видео я сказал, что проектов открывается больше, чем игроков, которые на них играют. И вот, пожалуйста, доказательство моих слов. Еще один проект. А еще, насколько я знаю, как минимум четыре на подходе. Ну, посмотрим, какие будут те проекты. А вот этот вот, который сейчас открылся, это вот такая вот классика, доисторическая. В общем-то, ну, я не знаю, что еще про это можно сказать. Здесь все как на старых сборках. Сложный процесс фарма, то есть сначала бьем киркой, потом бегаем и ищем предмет, который появляется. Затем едем на переработку. На переработке тоже есть претензии, потому что, ну, вот как когда-то было, надо вписывать вручную количество, которое вы нафармили и хотите переработать. А то есть отсутствует кнопка переработать все. У меня был интересный случай. На одном проекте я делал обзор и подошел к администратору и сказал, что, друзья мои, а у вас вот нету кнопочки такой переработать все. На что мне ответил администратор. Ну, а что тебе, трудно вписать руками, что ли? Ты знаешь, как это тяжело сделать такую кнопку? На самом деле эту кнопку сделать не тяжело. Просто нужно знание и умение. Вот и все. Да и, в общем-то, бог с этой кнопкой. Это все пускай остается на совести разработчика. Если не хотят вводить подобные упрощения для игроков, то, ну, пускай так и будет. К тому же, в одном из своих видео я сказал, что, в принципе, я не против, я не противник того, что открываются проекты. Хотя, вот это уже пятый проект на стоковой карте на юнионской сборке за последний месяц. Пятый. Уже открылся пятый проект. В общем-то, я не знаю, ну, будет ли здесь кто играть. Ну, все решают люди. Если нравится, как я и сказал, заходите, играйте. В общем-то, мне только лучше. Буду ходить обзоры делать на то, что уже устарело 6 лет назад. Но, все-таки, мне, наверное, как и многим, хочется увидеть что-то новое, что-то свежее. Ну, поднадоело, скажу честно, поднадоело, когда открывается одно и то же. В это я играл очень давно. И я уже в одном из своих видео сказал, что я не могу играть на Алтисе по той причине, что меня уже до тошноты раздражает алтийская архитектура. И вот на эту почву и хотелось бы немножко побеседовать, что, ну, вот, есть же интересные темы, есть интересные карты, красивые карты. Да, они требуют вмешательства. Проще, гораздо проще скачать готовую сборку и залить ее, и ждать, когда туда придут игроки. Но ведь можно же и заморочиться, если уж вы хотите открыть какой-то интересный проект. Вот одно из направлений, которое меня, например, интересовало, я его как-то показывал. Например, открывался такой проект Siberian Life, где человек пытался воссоздать российскую атмосферу. Я ее показывал, по этой ссылочке можете посмотреть. Сейчас я нашел еще один проект, называется Arsenal Game, где тоже воссоздали локацию, к сожалению, только небольшую локацию, российского такого вот стиля, который вы сейчас, в общем-то, и видите на экране. И согласитесь, но гораздо красивее, интереснее и уж точно свежее выглядит то, что мы сейчас видим. Многие перешли играть в Days именно из-за российской атмосферности и архитектуры, которые тоже могут быть претензий, да, может быть она не каждому по вкусу, но, как я и сказал, как минимум, это было бы свежо. И эта архитектура присутствует и в армии, это дополнение называется Ливония. Та же самая архитектура, что и в Days. Те же дома, та же самая атмосфера. Но почему-то никто не делает таких проектов. Нету ни одного проекта на базе Arma 3, Rolly Play, где есть российская атмосфера. Есть проекты с российскими названиями, Siberian, Russian Life, но там Altis, там Греция. Вы заходите туда и видите Грецию, кроме названия ничего не меняется. Но, как видите, можно сделать вот такую вот красоту и именно в российской стилистике. Но, к сожалению, что на проекте Сибирь, что вот здесь на Arsenal Game, воссозданы небольшие локации в деревенском стиле. Вот это небольшие деревянные дома. В общем-то и это красиво, это здорово. Но можно ведь брать и другую архитектуру, которой полно. И вот, например, был такой проект Родина, который единственный когда-то был именно российский такой. Вся архитектура была наша, близкая. Кстати, взята тоже вот с этого же дополнения. Но там были и многоэтажные дома, панельные дома. Они были картонные, да. Но так как движок Дейза и движок Arma один и тот же, то объекты с Дейзом можно перемещать и в арму. И это я тоже видел своими глазами. И, в общем-то, это действительно реально. Можно воссоздавать целые города. То есть полностью заменить ту же ковалу, поменять название, поменять там полностью архитектуру. Сделать дома, вот как раз принадлежащие Ливонии, Дейзовску. А кто играл в Дейз, например, знает, там есть большие города, там какой-то. Я не играл, но там, по-моему, то ли Электросталь есть какой-то город. На карте Чернорусь, по-моему, находится там тот же Намальск есть. Всю эту архитектуру можно позаимствовать оттуда. Но вот жаль, что никто этим не занимается. Хотя вот, на мой взгляд, идея-то она лежит на поверхности. Есть уже все, только надо кому-то этим заняться. Взять карту, на стандартной карте это, конечно же, не сделать. И воссоздать красивые города, российские города. Можно сделать старые города, можно сделать города из новостроек, те же деревни. Ну, вот это бы хотелось увидеть. Это, мне кажется, было бы очень свежо. Вот так вот, возвращаясь к какому-нибудь фарму, хочется увидеть не алтийскую желтизну, а какую-то близкую нам, такую вот, даже, может быть, не особо и российскую. Я бы даже сказал, наверное, постсоветскую архитектуру. И как вот у меня было на том же проекте Сибирь, когда я после какого-то длительного времени, проведенного на карте, вернулся вот в ту самую воссозданную деревню и поймал себя на том, что, а мне нравится вот то, что я вижу. И действительно, я хотел видеть нечто вот такое, то, что мы увидим сейчас. Какое-то милое и родное местечко, в которое хочется периодически возвращаться, ощутить вот этот уют и тепло того места, которое ты действительно себе выбрал и купил. Не просто купил дом и забыл, и даже не появляешься там, а именно вот возвращаешься как бы на свою такую малую родину, ощущая вот это вот тепло, которое здесь окружается. Поднимаешься к себе домой. Хорошо, если в этом доме еще и будет мебель. Тогда вообще замечательно, антуражность будет полная. А я играл, мне довелось поиграть на проекте, где был установлен мод на мебель, можно было покупать мебель и расставлять ее в доме так, как вы хотите. Ну вот по этой ссылочке можете посмотреть. Видео, правда, старое, с плохим звуком, но тем не менее, увидеть, как это выглядит, можно. Это, я вам скажу, дорогого стоит. И даже несмотря на то, что есть такое мнение, что данный мод нагружает сервер, и типа постоянно мебель прогружается, но это атмосферно, это очень атмосферно. И вот после таких локаций, которые я вам показал, возвращаться обратно в вот эту унылую желтизну Алтиса, вообще нет никакого желания и настроения. Поэтому я сказал, что я уже на Алтисе наигрался. Наигрался до такого состояния, что я уже не могу смотреть на эти дома. Да и вообще, надо, наверное, сказать, что все, что я сейчас показал и сказал, имеет смысл только в том случае, если у разработчика есть желание создать нечто такое вот красивое подобное, а у игроков есть желание это принять и в этом поучаствовать, окунуться в это. Ну, к сожалению, есть огромное количество людей, которым вообще эта красота не нужна. Как вот мне писали, что мне главное РП. Ну, а РП, ну что ж, тут скажешь. Мне кажется, что роли-плей это просто составляющая часть всего общего. Это и экономика, и красоты, и архитектура, и все-все-все вместе. Конечно, есть и вот такие игроки. Одежду поднял, руки снял. Товарищ. Одежду снял, говорю. Одежду снял. Вэль, на добыче не имеешь права гопать. Одежду снял, говорю. Одежду снял, говорю. Ты слышишь, я говорю. На добыче ты имеешь права гопать. Ты не боишься, ты не ценишь свою жизнь. Я с оружием стою. Ты не ценишь свою жизнь. Ты не ценишь свою жизнь. Я с оружием стою. Правилами острова запрещено. Опыт на добычах. Дружище, ты не ценишь свою жизнь. Ты не ценишь свою жизнь. Давай, попробуй кто-то стрельни. О, молодец. Все, бананы. Уехал один. Мать твоя шлюха помойная. Я ебал всю твою семью. Сына твоего в рот ебал. Ребенка твою жену твоего в рот ебал. Бабушку, прабабушку всю твою семью в рот ебал. Всю твою семью на дереву. Ты ебал, нахуй, похоронил, блядь. Я басал, нахуй. Я каждого твоего ребенка буду резать, нахуй. Да, он родится и правнука, и всех, блядь. А что, иди нахуй с импроститутки. Во, пиздать. Я думаю, что вот этому игроку абсолютно без разницы, где играть. На какой карте, на какой архитектуре, на какой красивой локации или вообще без ничего. Ему главное вот это. Поэтому многое зависит от людей. Как я в начале ролика и сказал, что будет не обзор, а просто мои мысли вслух. Поэтому вот этим и хотелось с вами поделиться. Пишите свои комментарии, что вы думаете вот по этому поводу. По поводу того, что я тут нарассказывал. Ну и конечно же не надо забывать про то, с чего мы начали. А это проект ЗБК, который открылся в очередной раз. И если кому-то все-таки нравится. Альтис, стоковая карта, сложный фарм. Ну и вообще вот эта вот вся классика. То заходите, заходите, играйте, получайте свое удовольствие. Ну а у меня наверное на этом все. Мысли у меня кончились и больше рассказывать нечего. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok